Квартирный вопрос всегда был и сегодня остается одним из самых актуальных. Еще в далекие 50-е Никита Хрущева обещал обеспечить всех граждан жильем. Строилось много совсем крошечных квартир. Название «Хрущевка» сегодня синонимично чему-то маленькому. Но они имеют место быть, в них живут, их дарят внукам, передают наследство родственникам. Да и не только достославные хрущевки, брежники, панельки 90-х годов. Время поменялось и иметь в собственности две или кому повезло больше квартир явление нормальное и законное. Но за дополнительную жилплощадь следует платить налог на недвижимость. Ноябрь 15-е, время «Х» в 2020-м. Но есть нюансы. В 2020 году срок уплаты имущественных налогов 15 ноября приходится на выходной день, в связи с чем он переносится на следующий рабочий день. Следовательно, уплатить имущественные налоги за 2020 год необходимо не позднее 16 ноября 2020 года. Уплатить платежи можно любым удобным способом. Через банки, отделение почтовой связи, через систему Вериб, интернет-банкинг, мобильное приложение, а также через интернет-сервис, личный кабинет плательщика. Несомненно, что большинство обладателей дополнительной жилплощади уведомления об уплате налога на недвижимость и землю уже получили. Самые ответственные уже оплатили. Ведь сделать это можно заранее и частями. Но в законодательстве предусмотрены и налоговые льготы для тех категорий граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Основными категориями физических лиц, которые могут быть освобождены от налога на недвижимость и земельного налога, являются пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы, члены многодетных семей, участники Великой Отечественной войны и лица, имеющие право на льготы в соответствии с законом о ветеранах, а также другие нетрудоспособные физические лица, например, несовершеннолетние или нетеспособные. Освобождение от уплаты налога на недвижимость и земельного налога предоставляется с первого числа месяца, в котором возникло право на льготу, по последнее число месяца, в котором право на льготу было утрачено. Имеете право на льготы, обратитесь в налоговый орган по месту жительства с подтверждающими документами. И еще одно уточнение. Обращаем внимание, что в случаях, когда пенсионеры по возрасту, инвалиды первой и второй группы осуществляют трудовую деятельность, то указанный факт не влечет за собой ограничения в предоставлении им льгот по уплате налогов. То есть они все равно имеют право воспользоваться данной льготой. Есть еще несколько моментов, которые необходимо знать и учитывать плательщикам налога на недвижимость и землю. Один из них – имущественный налоговый вычет. Право на имущественный налоговый вычет имеют плательщики и члены их семьи, состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Подоходный налог могут пролегатировать по расходам, связанным с приобретением или строительством жилья на территории Республики Беларусь, на покупку, а также на погашение кредитов и процентов по ним. Необходимо помнить, что имущественный налоговый вычет можно воспользоваться только в отношении одного дома или одной квартиры, а также имущественный налоговый вычет не предоставляется на оплату расходов по строительству или приобретению жилья за счет субсидий, финансовой помощи государства и на приватизационные чеки жилья. И не распространяется имущественный налоговый вычет на сумму процентов, уплаченных за несвоевременный возврат кредитов и займов. Имущественный налоговый вычет предоставляется плательщику в течение налогового периода по основному месту работы, а по его окончанию налоговым органам по доходам, подлежащим налогообложению. При приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в общую долевую собственность, размер имущества налогового вычета распределяется между участниками общей долевой собственности, пропорционально их доле. При приобретении одноквартирного жилого дома или квартиры в общую совместную собственность, размер имущественного налогового вычета распределяется между участниками общей совместной собственности в соответствии с их письменным заявлением. Если вы по какой-либо причине оказались в сложной жизненной ситуации, помочь вам могут и в гор-райсполкомах местных советок депутатов. В их компетенции предоставить вам льготы по налогу на землю и недвижимость, но только в том случае, если они не используются как объекты предпринимательской деятельности.